Авраам 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 Тут четко сказано, в какой момент Авраам рассчитывал на божественное вмешательство. Сказано о том, что он думал. Он думал, что Бог силен воскресить Исаака из мертвых. Поэтому был готов принести его в жертву, когда Бог попросил его об этом. Он верил, что смерть его сына это еще не конец всей этой истории. Что Бог воскресит его. Еще раз, в бытии об этом не сказано ни слова. Но мы считаем Новый Завет Священным Писанием. Поэтому давайте примем, что именно так оно и было. Второй Новый Заветный текст о содержании веры Авраама в послании к римлянам, 4 главе. Он чуть подлиннее, поэтому мне придется немного пожертвовать контекстом, но без ущерба для нашего понимания сути дела. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано, я поставил тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочисленно будет семя твое». И, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в правильность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Если посмотреть, что в этом отрывке сказано о мыслях Авраама, то мы найдем следующее. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в правильность. Речь идет, очевидно, о том времени, когда Авраам и Сара еще не стали родителями. И тут мы видим прямое противоречие тексту бытия. Там мы читали о том, как Авраам сначала поверил Богу, поглядев на звезды, потом сделал о Гаре Исаака, а потом, потеряв мужскую силу к 99 годам, снова услышал Божье обещание и рассмеялся. Не вслух, конечно, а в мыслях. Павел же, следуя доброй еврейской традиции изображать Авраама святым человеком, пишет нам, что Авраам не помышлял, то есть не думал о своем мертвом в плане деторождения теле, но прибыл тверд в вере. В этом месте, конечно, по-хорошему-то надо бы остановиться и крепко задуматься, могут ли в священном писании быть такие откровенные противоречия. То есть автор бытия пишет, пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летний неужели родит?» А апостол Мессии пишет, не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. А если читать дальше, то в бытии находим. И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим». А в Новом Завете не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Совершенно ясно, что Авраам сказал Богу, «Не слава тебе, Господи, за то, что у нас с Сарой будет ребенок, несмотря на наш возраст, а только Измаила сохрани, и с меня этого хватит». Таким образом, Павел противоречит автор бытия дважды. А то и трижды, ведь дальше он пишет, «Потому и вменилась ему в праведность», создавая тем впечатление, что это вменение совершилось не перед рождением Измаила, как об этом повествует бытие, а после него. То есть, когда Аврааму было уже 99, и он уже был не способен иметь детей естественным образом, так что тут хочется спросить, а не многовато ли внутренних противоречий в этой самой Библии? Вероятно, не многовато, или на самом деле не противоречий. В любом случае, я хочу отметить одну важную вещь. В тот ли момент или в другой, долго ли, коротко ли, но Авраам верил, что Бог животворит. Сначала он поверил в то, что Бог животворит тела, мертвые в переносном смысле слова, то есть неспособные к деторождению. Потом он поверил, что Бог животворит и самые, что ни на есть мертвые тела. И потому занес нож над собственным сыном любимым. Именно поэтому Авраам и является отцом нашей с вами веры. Потому что мы верим не просто в Творца и Создателя, а в того, кто животворит, кто воскрешает мертвых. Кто воскресил из мертвых, мессию Ешуа. И кто точно так же воскресит и нас всех. Авраам верил, что смерть не имеет последнего слова. Что последнее слово не за смертью, а за жизнью. Точнее, за воскресением из мертвых. За Богом животворящим. В заключение этой серии программ я хочу вернуться к Еве. Она поверила в ложь о Боге. Ложь заключалась в том, что Бог дает человеку какие-то хорошие вещи только для отвода глаз. Что запретный плод это на самом-то деле самое лучшее, что человек может иметь в этой жизни. Что Бог не друг человеку, одним словом, а только притворяется таковым. Что он не за него на самом-то деле, а против него. Наши проблемы начались с ее веры в эту ложь. Наши, я имею ввиду, человечество проблемы. И закончатся они, я думаю, тогда и только тогда, когда мы окончательно разуверимся в этой лжи и вернемся к истине о Боге. Одна из вещей, которые помогут нам в этом, или могут в этом нам помочь, это следующие слова апостола Павла в 8 главе послания к римлянам. Если Бог за нас, кто может быть против нас? Тот, кто не пожалел даже собственного сына, но отдал его ради всех нас, возможно ли, что отдав нам своего сына, он не даст нам и всего остального? Итак, кто обвинит Божий избранный народ? Конечно же, не Бог, ведь именно Он стал причиной их оправдания. Кто наказывает их? Конечно же, не Мессия Иешуа, который умер, но более того, воскрес из мертвых и находится по правую руку от Бога, ходатайствуя за нас. Кто отделит нас от любви Мессии? Беда? Трудности? Гонения? Голод? Нищета? Опасность? Война? Как говорит Танах, ради тебя убивают нас всякий день. Весь день, простите. Считают нас овцами для заклания. Нет, среди всего этого мы более чем победители с помощью того, кто возлюбил нас. Ибо я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие небесные правители, ни уже существующее, ни то, что будет существовать, ни власти наверху, ни власти внизу, ни какое-либо другое творение не сможет отделить нас от любви Божьей, приходящей к нам через Мессия Иешуа нашего Господа. Обращают на себя внимание несколько очень мощных утверждений. Бог не против нас. Он за нас. Бог не удерживает от нас ничего. Он не пожалел ради нас самое дорогое, что у него было, собственного сына. Поэтому, включаем логику, поэтому и все остальное Он тем более даст нам. Бог не обвиняет нас, Он оправдывает нас. Бог не наказывает нас. Мессия ходатайствует за нас. Бог любит нас. И никто и ничто во всем творении не может отделить нас от Него и Его любви. Мне кажется, что если напоминать себя об этом почаще, нам будет проще доверять Богу. И тогда и в нашей жизни тоже однажды будет день, когда мы поверим Слову Господа, и Он вменит нам это в правильность. Спасибо. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова